Но и сейчас о будущем, которое лишь кажется отдаленным, потому что идеи и предметы из него все увереннее встраиваются в нашу повседневную жизнь. Вот транспорт. Все уже привыкли. Билеты, электронные, вызов такси через приложение. Пора узнать, какой работе хотят представить беспилотники. Дмитрий Медведев провел совещание на эту тему. За последние несколько лет беспилотные летательные аппараты стали доступны миллионам пользователей по всему миру. В России их по достоинству оценили геологи, геодезисты, пожарные, автоинспекторы и, конечно, телевизионщики, чтобы зрители смогли увидеть масштаб событий. Впрочем, вреда от дронов не меньше, чем пользы. Преступники научились использовать их для передачи контрабанды или незаметного нападения. А кто-то просто подглядывает за людьми через окна. Часто дроны просто выходят из-под контроля. Вот на выставке робототехники в Японии четырехкилограммовый коптер разбрасывает сладости, а после падает в толпу детей. Шестеро получили травму. Не смог справиться с управлением беспилотника и молодой журналист в Германии. В погоне за лучшим кадром с выступления Ангелы Меркель он уронил дрон к ее ногам. И, конечно, покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который пытались совершить с помощью беспилотника с бомбой прямо во время парада. Его участники получили ранения. Сам президент не пострадал. Все чаще эти современные технологии используют также террористы в Сирии. Как раз сегодня на совещании у премьер-министра обсуждали вопрос безопасного использования беспилотников. Ведь в цифровом развитии страны без дронов не обойтись. Их вот только сейчас начинают использовать в сельском хозяйстве и в строительстве. Это действительно важное применение. И сферы применения их будут расширяться. Будет расти и парк беспилотников. Важно, чтобы этот рост не был абсолютно неконтролируемым. Чтобы полеты были безопасны для людей и инфраструктуры. Для этого нужна система их мониторинга. И, конечно, специалисты, которые будут обеспечивать их работой. По словам Дмитрия Медведева, цифровые технологии используются для перевозок. И если электронные билеты, онлайн-регистрации уже стали чем-то обыденным, то на очереди создание единого транспортного пространства. Когда человеку нужно добраться, скажем, из Подмосковья в какой-нибудь поселок в Иркутской области, сейчас ему приходится покупать гору билетов. Сначала электричкой на метро и аэроэкспрессе до аэропорта. Затем самолетом в Иркутск оттуда на автобусе. Легко запутаться. По новому законопроекту весь маршрут пассажир сможет проделать по одному билету. Мы должны стереть границы между разными видами транспорта и обеспечить возможность добраться до двери по оптимальному маршруту с гарантированным уровнем комфорта и безопасности. Задача цифровых сервисов на данном направлении заключается в гармонизации расписаний на разных видах транспорта, учета начала завершения этапа перевозки, сопровождение багажа при использовании пассажиром единого билета. Удобные стыковки не только пассажиров спасут от томительных ожиданий, но и помогут бизнесу избавиться от простоев товара во время доставки. По словам министра транспорта, уже есть пилотные проекты подобных систем с Казахстаном. Станут ближе для перевозок и другие государства. Внутри страны и вовсе нужно переходить на абсолютно цифровое управление, говорит премьер-министр. Бумажные накладные декларации, они точно должны уйти в прошлое. Оплата пошлины, оформление таможенных документов также должны быть электронными. В значительной степени они уже во многих местах стали таковыми. Современные технологии помогут выбрать оптимальные способы доставки груза, планировать маршруты в зависимости от загрузки дорог, отследить местонахождение и состояние грузов. И, конечно, оптимизировать работу персонала. Масштабный переход на цифровые технологии происходит у крупнейших перевозчиков. В авиакомпании «Аэрофлот» прямо во время полета диагностируют лайнеры. Все самолеты, включая самолет «Сухой Суперджет», через спутник сообщают о своем техническом состоянии в воздухе. И наземные службы уже самолеты ждут, готовясь к тому, что они приходят, и запчаясь, если надо, готовим место в ангаре, для того, чтобы быстро самолет обслужить, и опять его запустить в работу. То есть коэффициент полезного действия от этого резко возрастает. А для людей с ограниченными возможностями цифровые приложения стали жизненно важными. К примеру, голосовое управление помогает тем, у кого проблемы со зрением. Дмитрий Медведев ставит задачу. Такие функции, которые помогают людям общаться, нужно использовать во всех программах. Дмитрий Кулько, Кирилл Зотов и Александр Горностаев. Первый канал.